Братья и сестры, здравствуйте! Мы будем читать сегодня и в ближайшие дни книгу Левит, 19 главу. Там очень много правил жизни, нам нужно научиться с вами жить, опираясь на Божие Слово. Вот что мы сегодня прочтем. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жата твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай до чиста, попадавших ягод виноградники не подбирай, оставь это пришельцу. Я Господь Бог ваш. Такую заповедь дает Господь Бог в книге Левит, 19 главе, это заповедь человеколюбия. Все, что есть у тебя, оно не только твое. Другими словами, и когда ты жнешь, то есть до края поля, на пару ударов серпа, значит, не доходи, оставь это бедному, и то, что осталось за спиной, пусть будет бедному. То есть когда люди убирали урожай, за ними шли бедняки, и подбирали все недожатое и несобранное с винограда. Это заложено принцип, то есть нас интересуют принципы божественных заповедей. Значит, принцип здесь такой, что от тебя должны питаться другие. То есть, например, ты накрыл стол, ты должен с кем-то поделиться. Ты работаешь с чем-то, с мясным производством, с какой-то пищей, с чем хочешь, например, с маслами машинными. Там что-то остается у тебя, а всегда же что-то остается. Знаете, когда разбирают старый телевизор, потом собирают его обратно, то остаются еще какие-то детали, остаются. То есть он работал и работает. Но когда его разобрали и собрали, что-то еще как-то лишнее остается. То есть это принцип жизни человеческой, это все, что остается. И вот то, что остается, это не твое. То есть подметать до крошки последней здесь нельзя. То есть нужно отдавать то, что осталось. Всегда какой-то остаток есть. Таким образом, Господь Бог хочет вложить в нас очень простую мысль. Это то, что ты работаешь, и от плодов трудов твоих должны питаться те, кто не работает почему-то. Ну, не работает в силу убожества своего, там, или возраста, или... Но сейчас, например, чтобы работать, нужно иметь патент, если ты в Переселенскую не будет, там, что... Не все могут работать, даже и желающие. То есть нужно кормить кого-то крошками от стола. Об этом просил, кстати говоря, прокаженный Лазарь. Он говорил, что хотел напитаться крошками от стола богатого, но и этого ему не дали. То есть нужны крошки. То есть падает со стола что-то и не подбирает то, что упало со стола. То есть, что упало, то пропало. Упавшее, а не твое. Это зашитые принципы вот в ткань Божьей заповеди. Это не конкретно, это не просто конкретная заповедь. Скажем, там, портной шьет, и из обрезков, например, может что-нибудь еще что-то пошить. То есть любой портной из обрезков что-нибудь там себе может скроить. Строители прекрасно об этом знают. Пока строится какой-то объект, строитель себе строит дачу, потому что слишком много остается. Но здесь не про себя говорится, а про того парня. То есть остатков всегда много, их не просчитаешь. Так что имейте в виду, что если вы работаете, и благословляется ваш труд, и у вас есть что-то, то нужно остатки этого труда уделять немогущим трудиться. Об этом говорит Священное Писание. То есть если меру полезности человека можно измерять количеством людей, которых он кормит, или вообще, там, скажем, силой плача на его похоронах, искреннего плача, не нанятых кричащиц, а силой искреннего плача на похоронах человека, но этого не услышим. Или услышим, но уже из другого мира. А вообще-то измеряется полезность человека мерой и количеством людей, зависящих от этого человека. То есть питающихся от его стола, греющихся от его огня. Если вы никого не греете, никого не кормите, никого не одеваете, никому слезы не вытираете, никому не покупаете лекарства, никому, значит, не гладите по головке никого в период уныния, одиночества, то вы просто даром живете. То есть вы живете даром. А человек должен жить полезным. То есть от него, даже остатки, оставшиеся от него, должны кормить окружающих. Об этом говорит данные стихи. Будьте здоровы!